Кадастровая стоимость недвижимости сегодня определяется по заказу субъектов Российской Федерации. Отобранные на конкурсной основе независимые эксперты решают, сколько будет стоить тот или иной объект. Делают это, исходя из цен на российском рынке, вне зависимости от, например, инфраструктуры. А именно их оценка служит базой при расчете как земельного, так и имущественного налога. Несовершенство нормативно-правовой базы и федеральных стандартов оценки привело к искажению ее результатов. Существуют многочисленные факторы превышения кадастровой стоимости надрыночной стоимости земельных участков. В связи с чем участились обращения налогоплательщиков как в комиссии по рассмотрению споров, так и в суды. А также в случае неуплаты земельного народа из-за его значительного завышения. Именно по этим причинам с начала этого года в Бурятии оспорили кадастровую стоимость земель почти на 5 миллиардов рублей. Доконотворцы создали единую методику определения кадастровой стоимости. Теперь, как обещают чиновники, за дело возьмутся не эксперты из других регионов, а местный центр государственной кадастровой оценки. За бюджетным учреждением закреплен комплекс функций, направленных на непрерывное сопровождение процесса определения кадастровой стоимости. То есть, во-первых, это определение кадастровой стоимости при проведении госкадастровой оценки. Второе. Предоставление разъяснений, связанных с определением кадастровой стоимости. Рассмотрение обращений об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости. Сбор, обработка, систематизация и накопление информации, необходимой для определения кадастровой стоимости, в том числе и от данных рынка недвижимости. И это лишь малая часть функций. Бюджетная организация в следующем году будет обязана провести кадастровую оценку земель всех категорий. Земель населенных пунктов не менее 327 тысяч, земель всехозназначений не менее 91 тысяч, земель промышленности и энергетики не менее 3600, земель лесного фонда не менее 1000, земель особо охраняемых территорий не менее 1000, земель запаса 45 и земель водного фонда 19. В 2021 году предстоит государственная кадастровая оценка объектов капитального строительства в количестве 529 807 единиц. На сегодня в центре работает 23 человека, в то время как в аналогичное ведомство Завайкальского края набрали 67 человек. Отметим, что кадастровой оценке имущества подлежит около миллиона объектов республики. И справятся ли кадастровые оценщики с этой работой за один год непонятно. Екатерина Лестратова, Сергей Устинов, Новости дня.